Рубенс Санторо Рубенс Санторо В 174 году им работа называлась «Смеющаяся девочка» была выполнена в стиле жанровой живописи. Ее у нее приобрел Доминика Морелли. После недолгого обучения в Академии Санторо на пленэре познакомился с живописцем Марио Фортуни, который высоко оценил его талант и посоветовал развивать его самостоятельно. Художник выставлялся не только на родине, но и за рубежом. Его работы, в основном пейзажи и ведуты, пользовались успехом у публики и критики. Участвовал на выставках 1877 года в Неаполе, 1880 в Турине и 1883 года в Венеции, где удостоился аудиенции у королевы Маргарин. На выставке 1885 года он удостоился аудиенции у самого короля Умберто I, членами монаршеской фамилии. Отличался большим трудолюбием и много работал на пленэре. Во время длительных рабочих поездок развлекал себя игрой на мандолине. Созданные им пейзажи вдохновлены природой компании, особенно побережьем Амальфии, а ведуты видами Неаполя и Венец. Некоторые из его болотин были приобретены известными частными коллекционерами Адольфом Кулем и Изабеллой Стюарт-Гарнер. На рубеже веков художник предпринял поездку в Париж и Лондон. Картины Санторо еще при жизни автора выставлялись на выставках в Париже и Санкт-Петербурге, Буэнос-Аресе, Чикаго и Барселоне. На выставке в Барселоне в 1911 году его работа Верона была удостоена серебряной медали. Активно сотрудничал с Обществом продвижения изящных искусств Неаполя, участвуя в его выставках. Художник получил звание почетного профессора Академии изящных искусств, в которой когда-то недолго учился. Умер в Неаполе 30 декабря 1941 года в возрасте 82 лет. Вот так вкратце из Википедии о итальянском живописце, писавшем картины в стиле академизма Рубенс Санторо. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова